Поливинилхлорид Поливинилхлорид, или как его еще сокращенно называют ПВХ, был изобретен аж в 1872 году и на сегодняшний день является одним из самых известных и распространенных полимеров в мире. Такую популярность он заслужил благодаря широким возможностям его модификации с помощью разнообразных добавок. Когда говорят о ПВХ, имеют в виду не материал в чистом виде, а композицию материалов, состоящую из самого полимера и различных добавок, придающих ему определенные свойства. Сегодня смеси на основе ПВХ классифицируют как жесткий и пластифицированный материал. Именно жесткий, не пластифицированный ПВХ служит сырьем для изготовления современных канализационных труб. Для производства труб создают определенную композицию материалов, куда вводят различные стабилизаторы, придающие полимеру такие свойства, как термостойкость, морозостойкость и механическая прочность, в результате чего получается превосходный, нетоксичный и неподверженный коррозии материал. Точный состав ингредиентов варьируется в зависимости от типа трубы и разрабатывается в соответствии со строгими отраслевыми стандартами. Сырье подготавливается в строгом количественном соотношении и подается в горячий шнековый смеситель, где разогревается, расплавляется, тщательно перемешивается и отправляется в промежуточный бункер для дозревания. Далее готовая композиция в расплавленном виде подается в экструдер, где под действием шнекового привода происходит продавливание пластичной массы через матрицу соответствующих размеров и формы и калибрующую втулку, определяющую строгий наружный диаметр трубы. Затем горячая труба ПВХ проходит через охлаждающий резервуар, внутри которого происходит распыление холодной воды, где еще пластичная заготовка остывает, затвердевает и приобретает конечные свойства трубы. С помощью струйного принтера на охлажденном изделии с определенным интервалом происходит нанесение точной производственной информации. Разделение изделия на ровные части определенного размера происходит в автоматическом режиме на режущем устройстве, оснащенном дисковой пилой. Обрезанные до нужного размера трубы подаются в специальную автоматическую раструбовочную машину, в которой один конец трубы снова разогревается. Здесь при помощи раструбовочной головки под давлением происходит формирование раструба, позволяющего осуществлять стыковку канализационных труб ПВХ. После этой операции каждое изделие комплектуется эластичным уплотнительным кольцом и отправляется на линию упаковки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok